Здравствуйте, с вами дежурная по городу Анна Водоватова. Вместе со мной на жаркую вахту заступили оператор Сергей Пьянков и водитель Прохор Осипов. Ну а колесим мы по дворам и улицам Перми на комфортабельном автомобиле Лифан Солана от компании Демидыч, что на Ким 75. И для начала кадры дня от наших телезрителей. К сожалению, они у нас сегодня не подписались. Итак, пока мы с вами отдыхаем, купаемся, загораем, жители дома номер 46 по улице Щербакова отмечают Новый год. А все потому, что у них в палисаднике появились не цветочки, не фигурки там всякие, а самая настоящая новогодняя серебристая елочка. А вот следующая история вполне летняя. В минувшую субботу в Палазне один из автомобилистов не справился с управлением и его машина оказалась в речке. Отдыхающие среагировали быстро, действовали четко, слаженно и в конце концов, минут через десять водоплавающий автомобиль оказался на берегу. Очень бы нам хотелось сейчас узнать, почему строители, которые ведут ремонт фасада 74-го дома по улице Екатериненской, так не любят природу. Ну, мы понимаем, что в таком деле без строительных лесов никак не обойтись. Но зачем же нужно было доски гвоздями клипом прибивать? К живым, красивым деревьям огромными железными гвоздями. В общем, как это у нас частенько бывает, одно лечат, а другое калечат. В минувшие выходные в нашу информационно-справочную службу поступило сразу несколько сообщений от телезрителей, которые были чуть ли не возмущены тем, что на фонтанах у ДК Солдатова появились таблички «Купаться запрещается». Ну, вообще-то фонтаны и так изначально для купания не предназначены. И не только потому, что вода техническая для здоровья не полезна, но и потому, что своими телодвижениями купающиеся чаши гидросооружений разрушают. Но речь даже не об этом. Сегодня, когда мы сюда приехали, табличек на фонтанах уже не было. Чем, собственно, и воспользовались местные ребятишки. И тут же устроили массовое купание. Нынешним летом во дворе дома номер 6 по улице Коминтерна образовалось свое собственное болотце. Местные жители считают, что сейчас, когда на улице жарко, в нем может запросто какая-нибудь живность завестись. То, что болотце не высохнет – факт. Источник поступления воды постоянный. Вот он, ключик. Бьет прямо из-под земли. Но, тем не менее, никакого интереса у коммунальных служб уже на протяжении нескольких месяцев этот источник не вызывает. Ну и, конечно же, мы не забыли о том, что по понедельникам вручаем подарки за лучшую новость прошлой недели. На этот раз у нас не один, а сразу много победителей. Бочку «Царь Кваса» и три бейсболки с одноименным логотипом получают в подарок жители последнего подъезда дома номер 83 по улице Петропавловской, подарившие себе и окружающим красоту. А наш конкурс тем временем продолжается. Так что, если вдруг прямо на ваших глазах произойдет что-нибудь необычное, интересное или забавное, тут же звоните в информационно-справочную службу дежурной по городу по телефону 2-630-300. И на этом заканчивает свою работу дежурная бригада в составе Анны Водоватовой, Сергея Пьянкова и Прохора Осипова. Поменьше вам разочарований и побольше хороших новостей. Удачи и до скорой встречи.